Доброе утро! Добрый вечер! Меня зовут Ирина. Сегодня у нас с вами вебинар, посвященный подготовке изображений к размещению на страницах сайта. Для начала я хотела бы узнать, кто у нас сейчас присутствует и как слышимости, видите ли вы на их экранах презентацию. Пожалуйста, если все нормально слышно, плюсы поставьте. Да, вот вижу, пошли плюсы. Мне очень приятно, что сегодня вы присоединились к этому вебинару. Надеюсь, что будет он для вас полезен, потому что сегодня мы посмотрим такую важную вещь, которая нам нужна для разработки, как правильная подготовка изображений. Если проблемы с громкостью, пожалуйста, тоже напишите. Если все нормально, то продумы с вами нашу тему. По ходу нашего с вами вебинара, если будут возникать вопросы, в чат все их записывайте, я буду просматривать и отвечать. Стараться буду отвечать по ходу, но, конечно, буду смотреть, чтобы это не очень сильно нарушало порядок изложения. Итак, переходим мы с вами к нашему вебинару. Сегодня я рассмотрю вот таких пять основных вопросов. Первый вопрос, конечно, зачем вообще нам нужно готовить изображения для размещения на сайтах. По идее, сейчас, на данный момент, мы могли бы брать сразу те изображения, которые у нас с вами есть, и сразу их выкладывать на страницы и не создавать себе никаких дополнительных проблем. Но зачем-то вопрос такой возникает. Потом разберемся мы, что же такое, собственно говоря, оптимизация графики, какие бывают форматы графических файлов, непосредственно используемые в интернете. Понятно, что все разнообразие форматов нам с вами сегодня в рамках этого вебинара не нужно. Посмотрим, как можно оптимизировать графику перед тем, как ее размещать на страницах. Я приведу примеры того, как это может выглядеть. И последний вопрос – это основные моменты, как же, собственно, наши подготовленные изображения можно разместить на страницах сайта. Зачем это нужно? Естественно, сегодня существует множество самых различных программ, которые позволяют нам все это делать автоматически, но неплохо было бы хотя бы в общих чертах разбираться, что же нам эта наша автоматическая программа сделала. Потому что иногда могут возникать самые разные моменты, если мы на это совсем не обращаем внимания. На сегодня есть такая статистика, она приводится довольно-таки широко в интернет. Как же наши пользователи воспринимают задержки, которые возникают при показе сайтов, в том числе и сайтов, при загрузке наших страниц. Статистику, конечно, можно обсуждать, и как-то из нас реагируют на задержки эти по-разному. Но вот общие данные такие, как показаны здесь. Исходя из этого, мы можем видеть, что если задержка составляет больше, чем одну секунду, то пользователь начинает переключаться на какие-то другие задачи. Ну, в общем-то, на самом деле так есть. Может быть, не одну секунду, но если задержка идет уже 5 секунд, то как-то хочется уже какую-нибудь другую вкладку открыть, посмотреть что-то другое. Если мы делаем сайт и хотим, чтобы наш пользователь все-таки от него не переключался, не терял с нами контакт, то желательно этого избегать. Ну, а если задержка составляет более 10 секунд, здесь уже есть опасность того, что вообще нашу вкладку в браузере могут закрыть, и пользователь идет с нашего сайта на любой другой. Конечно, варианты возможны, и мы с вами сталкиваемся с сайтов, бывает большое количество. Если нам нужен этот сайт, мы подождем и больше 10 секунд, но рисковать особо, в общем-то, не стоит. При чем же тут наша графика? Зачем нам ее оптимизировать? При подготовке страниц сайтов об этом вопросе мы и не задумываться. И во многих случаях, конечно, скорости той... Так, я вижу проблемы со звуком, а плохая слышимость и задержка какая-то... Да, теперь я замолчала, теперь пойдем дальше. Ну, возможно, как раз какие-то небольшие осложнения на сервере самого клик-митинга. Итак, при чем же тут все-таки наша графика? Если на сайте картинок очень много, то это тот фактор, который в том числе участвует в создании общей скорости загрузки наших страниц. Конечно, если картинок не очень много, то это может особо и не влиять. Тем не менее, графическая информация занимает гораздо больше места и гораздо больший процент в общем трафике, чем информация текстовая. Поэтому, ну, если сайт у нас вдруг только с текстовой информацией, конечно, такого сейчас нет уже, но если сайт у нас только такую информацию содержит, будет загружаться гораздо быстрее, чем сайт с картинками. В общем случае, чем больше картинок, тем больше будет времени нашей страницы загружаться. Если проблемы со скоростью интернет, то может приводить к тому, что мы даже будем видеть, как картинка постепенно проявляется. Сейчас, конечно, это намного реже, но если об этих вещах забывать вообще, то можно в один прекрасный момент получить проблему, связанную именно с графикой, а не с какими-то другими моментами. Ну и, конечно, еще один важный момент, который сейчас уже учитывается, в частности, при выдаче сайтов, при поиске, при ранжировании сайтов, стремятся к тому, чтобы сайт был оптимизирован. То есть, чем быстрее сайт работает, тем больше шансов у него попасть в первые строки поиска. Поэтому графика, в том числе, на нее тоже нужно обращать внимание. Итак, что же такое оптимизация графики? В общем случае, цель, которую мы преследуем при оптимизации, нам нужно получить изображение наилучшего качества с наименьшим размером файла. Вот это основная цель, и все, что мы можем сделать, должно быть направлено именно на ее достижение. Если мы этого добьемся, и все наши файлы будут оптимизированы и хорошо выглядеть, то это будет очень большой плюс при разработке нашего сайта, или, допустим, при разработке нашего блога, даже если мы его готовим на какой-то платформе, не собственной, на стороннем сервере. Каким образом можно этого добиться? Здесь я привела список основных моментов. Дальше мы их рассмотрим более подробно. Ну, первое. Использовать графику там, где это действительно необходимо. На самом деле, сейчас очень большое внимание уделяется контенту, то есть наполнению информации. Очень много говорится о том, что пользователи хотят видеть полезную информацию. Поэтому, если наш сайт посвящен каким-то вопросам, требующим большое количество тех, в первую очередь, мы должны обращать внимание на текст. А графика – это уже как дополнительный плюс. С другой стороны, если основное наполнение нашего сайта все-таки графическое, то, опять-таки, на таком сайте изображений будет очень много, и тогда вопрос оптимизации будет в любом случае. Лишнего использовать не нужно. Минимализм иногда может быть очень большим плюсом для любого интернет-ресурса. Ну, а теперь, собственно, то, что касается оптимизации. Для оптимизации мы можем уменьшить размер нашего изображения, выбрать формат файла с более низким качеством, ну, естественно, таким, чтобы качество нас удовлетворяло. Уменьшить цветовое разрешение нашего изображения. Удалить можно метаданные, которые в файлы добавляются при создании в различных программах или, скажем, когда мы фотографируем наше изображение. Можно использовать еще один метод, так называемый, последовательной загрузки графики, когда изображение загружается построчно, то есть пользователь сразу видит изображение с более низким качеством, но таким, что может и не обратить на это внимание особо. А пока он наблюдает у нас такую картинку, картинка в полном качестве грузится постепенно. Да, да, прогрессивный метод. Итак, это основные методы, дальше мы посмотрим их поподробнее. Для начала нужно обратить внимание на цветовую модель RGB. Это та цветовая модель, которая используется для подготовки изображений, которые выводятся у нас на экран, а то, что мы видим в интернете, на сайтах, это именно отображение на экране. И, естественно, любое изображение, которое мы готовим для размещения на сайтах, оно должно у нас в нашем редакторе и графическом быть именно в этой цветовой модели, чтобы избежать потом возможных каких-то потерь при преобразовании. В общем-то, вы, наверное, знаете, что эта цветовая модель, три основные цвета в ней, красный, зеленый и синий, и все остальные цвета получаются при сложении вот этих вот основных цветов. Здесь в качестве примеров приведен цветокруг, на котором изображены основные цвета и дополнительные. Дополнительными цветами в этой модели являются сиреневый, желтый и голубой. И то же самое представление этой цветовой модели в виде цветового куба. В виде цветового куба наглядно видно, что когда у нас все наши цветовые компоненты взяты в количестве равном 0, этот цвет у нас будет черным. То есть, когда ни одного цвета нету, черный цвет, когда по максимуму все компоненты, ну, в данном случае на кубе у нас показано как 255, мы получаем белый цвет. На диагонали между черным и белым у нас находятся различные оттенки серого. Ну, и в вершинах этого куба и дополнительные цвета. Иногда цветовой куб изображают в виде единичного куба, то есть все компоненты показаны как единичка. То есть фактически понимается, что вот эти вот наши 256 цветов, это есть варианты, возможно, как и тот, и другой. В любом случае нам нужно ориентироваться и не забыть о том, что когда мы готовим изображение для веб, это должна быть модель RGB, а не модель CMY, которая используется для печати. Теперь посмотрим основные параметры изображений, которые нас могут интересовать при подготовке изображений для сайтов. Первое – это графическое разрешение, то есть фактически размер изображения в пикселях по горизонтали и вертикали. Изображения в пикселях по горизонтали и по вертикали, почему важно для нас? Потому что когда изображения берутся очень большие, мониторы у всех разные, и на страницах изображения наши тоже могут выглядеть очень по-разному, поэтому в этом моменте всегда нужно ориентироваться. И второй момент – глубина цвет, то есть объем цветовой информации, который используется для описания одного пикселя. Здесь от глубины цвета очень сильно зависит и размер файла, который мы получаем. Чем больше бит отводится на кодирование информации о цвете для одного пикселя, тем больше будет размер нашего файла. Это с одной стороны. С другой стороны, тем больше будет, скажем так, цветовое разнообразие нашего изображения. Фактически, когда речь идет об изображениях фотографического качества, там глубина цвета должна быть достаточно большая. Как правило, это 24 бита. То есть цвет каждого пикселя кодируется 24 битами. Естественно, если примерно посчитать размер файла, который может при этом получиться, получаемый очень большиня, и именно поэтому возникает вопрос оптимизации. То есть если мы будем использовать все изображения в их полном цветовом разрешении, в их полном размере, который мы можем получить, ну, например, с фотокамеры, то сайты наши, во-первых, будут занимать очень много места на сервере, во-вторых, проблемы при загрузке тут, прямо скажем, неминуемы. То есть эти вещи обязательно нужно учитывать и готовить сразу же, не отдавать на лодку браузерам. Конечно, современные браузеры, они позволяют автоматически и уменьшать изображение, и те виды дизайна, которые и адаптивный дизайн, и так называемый резиновый дизайн, они пользовать жизнь несколько в этом плане облегчают, но на самом деле, если об этом мы не позаботимся, то для нашего сайта будет это не очень хорошо. Ну и в качестве примеров. Если у нас битовая глубина 8 единиц, то есть цвет каждого пикселя кодируется 8 битами, то мы получаем 256 возможных цветов. Такое количество цветов, оно хорошо для изображений, в которых практически нету или очень мало каких-то полутонов и переходов между одним цветом и другим. Ну и если 24 единицы, как я уже говорила, то у нас возможно 16,8 примерно миллиона цветовых значений. Этого количества достаточно для того, чтобы мы изображение воспринимали как реалистичное. То есть больше для человеческого глаза не нужно. Хотя, конечно же, в графических редакторах есть возможность задавать и большее количество, но это нужно в основном для того, чтобы обрабатывать изображение и как запас, чтобы добиться большего. Ну реально 24 единицы – это вполне достаточное количество. Ну и как мы с вами дальше увидим, в основных графических форматах, которые для веб используются, 24, ну фактически там являются. Итак, какие же у нас форматы файлов используются для подготовки изображений для веб? Основные форматы – GIF, JPG и формат NG. На табличке вы видите, чем они отличаются друг от друга. Самое важное, что для нас нужно. Ну, во-первых, все эти форматы являются растровыми. Поскольку изображения все на экранах отображаются именно в растровом формате, то нам для наших изображений нужно использовать именно вот такой формат файлов. Кроме этих трех форматов, конечно же, знаете, что существует еще множество других растровых форматов, но в интернете именно эти приняты в качестве основных, поскольку они позволяют, с одной стороны, дать качественное изображение, с другой стороны, оптимизировать наше изображение, уменьшить их размер. Что касается расширения имен файлов, тоже видите, ну и наверняка в практике встречали эти расширения. То есть по расширению, значит, по расширению мы можем определить, и только мы, но и система, которая воспроизводит эти изображения, что же за тип файла у нас имеется. Если, например, мы по каким-то причинам наше расширение у имени файла потеряли, что бывает иногда, или написали не то расширение, это может привести к проблемам, иногда довольно-таки существенным, поэтому об этих вещах тоже забывать нельзя. Что касается имен файлов, то именно файлов для веб желательно давать английскими буквами. Можно давать их и русскими буквами, но поскольку мы не знаем, где наши и кто будет просматривать наши страницы, в каком режиме, какие браузеры, то лучше все-таки пользоваться именно английскими буквами в именах. Теперь, что касается цветового режима. Все они работают в режиме RGB, а вот по количеству цветов видим, что формат GIF позволяет у нас максимально отображать 256 цветов. А вот уже JPG и PNG позволяют как раз с той самой цветовым разрешением в 24 бита нам отображать практически 17 миллионов цветов. Чем они еще между собой отличаются? Это поддержка прозрачности. Из этих трех форматов только JPG прозрачность не поддерживает. И поддержка анимации. Здесь в плане анимации на первое место выходит формат GIF, потому что все остальные форматы его не используют. Что касается оптимизации изображений. Для оптимизации изображений и вообще, когда происходит сохранение нашей графики в одном из этих трех форматов, то графический редактор или специальная программа, которая предназначена для того, чтобы преобразовывать форматы, осуществляет оптимизацию графики с использованием специальных алгоритмов. Алгоритмы могут быть с потерями и без потерь. Ну, конечно, так, вопрос, что касается JPG и JPEG. Это один и тот же формат, возможно, просто разные записи расширения файлов. И по поводу векторной графики вопрос был. Векторная графика тоже в интернет используется. Фактически, в чем ее преимущество по сравнению с графикой растровой? При масштабировании таких изображений качество может сохраняться, чего о растровых изображениях не скажешь. Скажем, если мы в два раза увеличим масштаб нашего браузера, то можем на изображении, скажем, в котором в формате JPG было сохранено и размещено, можем увидеть уже погрешности изображения, иногда довольно существенные. Векторная графика в этом, конечно, превосходит. Тем не менее, реалистичное изображение пока что позволяет, фотореалистичное изображение позволяет получать именно растровая графика. Ну и кроме того, опять-таки, мониторы в подавляющем большинстве, они работают именно в растровом режиме, так что вот эти три формата, они являются стандартом для интернета. Теперь посмотрим, что касается сжатия данных. Итак, формат GIFT. Образование изображений. В этот мат сжатие применяется алгоритм LZV к алгоритму сжатия без потерь данных. Но в то же время, с одной стороны, того-либо и хорошо, в то же время этот формат позволяет отображать только 256 цветов. Но для фотореалистичных изображений это маловато. Поэтому используется сжатие с потерями. Но, конечно же, речь не идет о том, чтобы какую-то информацию просто взять и выбросить по неизвестным правилам. На самом деле определяется между близкими цветами, определяются те цвета, которые человек не воспримет по специальным алгоритмам. И эти цвета, информация о них удаляется. Конечно, с другой стороны, когда мы такое изображение преобразуем в формат, обратно его вернуть уже к тому же самому качеству будет невозможно. Поэтому тут приходится в этом плане жертвовать. Тем не менее, для фотореалистичных изображений этот алгоритм сжатия является приоритетным. Что касается формата PNG, фактически здесь используются комбинации различных алгоритмов. Мы с вами дальше посмотрим. Есть две основных разновидности. И одна из них, в общем случае, можно сказать, что используется в основном сжатие без потерь, при другой разновидности используется сжатие с потерями. То есть формат фактически получается, алгоритм выбирается при преобразовании изображения, который больше подходит и для дальше. Иногда... Так, звук пропал. Проверьте, пожалуйста. Сейчас я... Так, а сейчас? Да, может быть, все-таки там были в самом начале на сервере небольшие сдержки. Может быть, это все-таки с сервером связано. Потому что с моей стороны тут с громкостью нормально все. Итак, продолжим дальше. Значит, что касается формата PNG, то в некоторых случаях он позволяет получить более оптимальный результат, в котором формат GIF. А вот что касается формата JPG, здесь нужно обязательно выбирать. То есть при выполнении оптимизации мы обязательно должны смотреть, что же у нас получается, и уже ориентируясь на это, выбирать тот или иной формат. Ну, и, в общем-то, встречается информация о том, что формат PNG, его стоит использовать, если ориентируется наш сайт или там наше приложение для устройств, которые произведенных в Apple. Информация такая есть, хотя на самом деле, в общем-то, можно и JPG использовать, но лучше выбирать в каждом конкретном случае. Итак, общие рекомендации о том, какие же форматы можно использовать и стоит выбирать при оптимизации изображений и при сохранении нашей графики. Итак, формат GIF для несложных изображений с небольшим количеством цветов в изображениях, с четкими краями, с однотонными заливками, ну, и, конечно же, если речь идет об необходимости анимации. В том числе, формат GIF поддерживает и прозрачность, то есть, то, что можно выбирать для изображений с прозрачными областями. Формат JPG. Формат JPG нам нужен для фотореалистичных изображений. В первую очередь, именно для таких изображений. То есть, фактически, когда мы размещаем фотографии, то это именно формат JPG в подавляющем большинстве случаев. Тем более, что во многих случаях он позволяет добиться очень хорошего уровня оптимизации, хорошего уровня сжатия при незначительных потерях в качестве. И формат PNG. Для изображений с прозрачными участками стоит его выбирать. И у нас есть два основных варианта. Это формат PNG-8. именно в этом формате используются алгоритмы сжатия без отель. Его можно использовать получается в тех же случаях, что и формат GIF, кроме анимации. И он позволяет тоже максимальное количество цветов передать 256. А вот PNG-24, ну, собственно говоря, в названии как раз упоминается то самое цветовое решение. его стоит использовать в тех случаях, что и формат JPG. Хотя, очень часто изображения в PNG при оптимизации получаются большего размера, то есть JPG все-таки более оптимальный вариант. Но, если у нас изображение, опять-таки, с прозрачными участками, если нам нужно обязательно сохранить все наши цвета, и мы не особо ограничены в размерах наших файлов, то можно и экспериментировать именно с этим форматом. Теперь небольшая схема. В принципе, то же самое, что было и на предыдущем слайде. как можно ориентироваться для выбора формата для сохранения нашего файла. Итак, если нам нужна анимация, это однозначно GIF. Если нам анимация не нужна, не с прозрачностью, то в данном случае мы можем выбирать между PNG и форматом. И если у нас нету непрозрачность, то это формат так, опять проблемы со звуком. Да, не очень приятно. Если у нас нету ни прозрачности, ни анимации, то в подавляющем случае мы будем использовать формат JPG. Каким образом мы можем выполнять оптимизацию? Здесь я привела некоторые ссылки, но, конечно же, в первую очередь, если мы работаем, тем более, если мы работаем профессионально в этой сфере, но даже если не профессионально, а, скажем, нам иногда просто приходится готовить графику для размещения веб, то, пожалуй, оптимальный вариант это все-таки нашли редакторы, которые обрабатывают растровую графику. Ну, или любые программы для работы с графикой. Конечно, нельзя не упомянуть о редакторе Photoshop в этом плане, тем более, что в нем очень хорошо при выполнении и сохранении файлов для веб можно сравнивать различные варианты оптимизации, но в то же время есть и онлайн ресурсы, которые тоже можно использовать для того, чтобы выполнять оптимизацию файлов. Фактически в каком случае мы выбираем то, что нам удобно и то, что нам привычно, то, что нам самим понравится. Ну, первые две ссылки, конечно, они относятся непосредственно не к оптимизации, к тому, как можно посмотреть, все-таки стоит ли нам обращать внимание на скорость работы нашей страницы и на оптимизацию наших файлов или не стоит. Ссылки, одна из них на ресурсы Google позволяют полному адресу сайта выводится в том числе и информация о том, оптимизированы наши графические файлы или нет и даются рекомендации о том, стоит с ними что-то делать или не стоит. Естественно, это все рекомендации и к любым рекомендациям можно прислушиваться, можно не прислушиваться, но иногда может быть полезно, особенно если окажется, что на нашей странице вообще вся графика не оптимизированная. Затем еще одна ссылка здесь сравнение утилит для оптимизации изображений. Здесь можно посмотреть на примерах на изображениях разно, как действуют различные утилиты, то есть, если мы выбираем для себя какое-то из средств, можно посмотреть, как же оно работает. Но вопрос опять-таки в том, насколько удобно и привычно для нас то или иное средство. И дальше, собственно, и онлайн-ресурсы, которые можно использовать для того, чтобы сохранять наши исходные файлы в других форматах. В чем удобство? на этих ресурсах можно загружать по нескольку изображений, в основном до 20 штук. Можно применять не ко всем оптимизацию. Единственное, на последнем сайте из этих трех приведенных есть ограничения по размеру файлов, 500 килобайт максимум, так что они в основном стандартные, хотя есть возможность несколько управлять качеством. Хотя, опять-таки, с тем же самым редактором Photoshop эти возможности не сравнишь. Тем не менее, если у нас мы не готовы очень много времени уделять вопросам оптимизации, вполне может быть достаточно и этих ресурсов в том числе. Тем более, что они бесплатны, по крайней мере, в стандартном режиме. Ну и важный момент оптимизации это, как уже упоминалось, размер файла, то есть его физический размер в пикселях. Иногда бывает нужно лишние части просто-напросто обрезать. Вот это тоже можно сделать при помощи последнего такого вот онлайн-реса. Естественно, существует самых разных, так что каждый выбирает тот, который ему удобнее. Хотя, опять-таки, повторюсь, что в обычном графическом редакторе это делается все намного приятнее, намного быстрее и намного удобнее. Теперь, следующее, что мы с вами посмотрим, прежде чем перейти к тому, как можно размещать изображение на сайте. Это пример оптимизации в различных графических форматах. То есть, мы с вами посмотрели, какие они существуют, в каких случаях стоит их выбирать, ну и неплохо было бы посмотреть на примеры этого всего. Так, сейчас я открою. Немножечко подождите, пожалуйста. Итак, пример взят из программы Photoshop, точнее, путем обработки всего этого в программе Photoshop. Почему именно Photoshop? Потому что здесь получилось все вот эти виды, ну не все конечно виды оптимизации, но некоторые из них показать вместе, чтобы было видно по качеству шерей. Итак, мы видим наше ориентальное изображение, оно у нас в размере было практически исходное 2 мегабайта. На этом примере мы оптимизируем формат JPG. все варианты представлены в этом формате, но с разным качеством. 20% это в верхнем ряду, и в нижнем ряду 12% и еще раз 25%. Если посмотреть по размеру файлов предполагаемому, то мы видим, что однозначно уменьшение по сравнению с исходным размером файла. ну а что касается качества, то конечно при 25% качество явно лучше, чем при 12% поэтому 12% использовать конечно не стоит. Что касается 25%, то здесь зависит от конкретной ситуации, потому что погрешности нам видны, видны они особенно там, где у нас контур нашего замка на заднем плане. Опять-таки то, о чем говорилось, формат JPG при сохранении вот таких вот изображений с четкими переходами, как раз именно там в основном погрешности возникают. Некоторые погрешности видны на небе, но выигрыш в размере файла конечно однозначно. Ну и вот эти два варианта с качеством 25%, они немножко между собой различаются по размеру совсем незначительно. В чем разница? В нижнем варианте как раз используется установка для оптимизационной загрузки нашего файла. Итак, это у нас один пример. Теперь посмотрим следующий пример. Опять то же самое изображение, опять мы видим формат JPG, почему этот именно выбрал я, потому что для фотографии как правило именно он используется. И здесь мы видим качество 80%, 60% и 45%. Что касается размера файла, при 80% видим это 219 килобайт, 125 при 60, ну и 84 килобайта при 45%. В принципе даже при 45% качество вполне удовлетворенное, поэтому такое изображение вполне можно использовать для размещения на страницах. Фактически ваша задача, когда выполняете оптимизацию, состоит в том, чтобы подобрать то минимальное качество, которое устроит вас и которое даст минимальный размер файла. если речь идет о том, что нужно сохранить высокое качество, то конечно ориентироваться нужно в первую очередь на него, во вторую очередь на размер файла. Посмотрим еще один пример того же самого изображения. Здесь уже использован формат PNG PNG 24 в верхнем ряду. Видим, что качество практически не отличается от качества исходного изображения, но и размер файла тоже 1 мегабайт. То есть совсем для нас не подходящий вариант, тем более, что размер этой картинки в пикселях 1000 на 600 пикселей. То есть размер файла для интернет явно нас не будет устраивать. Если мы посмотрим в нижнем ряду на картинку эту в формате PNG 8, в данном случае использовано 256 цветов, тем не менее особенно в небе мы видим и явно этот вариант отпадает для нас, потому что в первую очередь как минимум здесь половина изображения это именно небо и такие погрешности неприятно смотреть. И в нижнем ряду мы видим с вами формат JPG 50% качества качество вполне удовлетворительное и размер файла 96 килобайт. То есть мы можем сравнить вполне с тем, что видим на примере с PNG 24, но выигрыш в размере не обсуждается. Так что фактически опять-таки получается, что для изображений размещаемых на веб-страницах есть смысл использовать именно формат JPG. Следующие примеры у нас будут включены вот таким несложным изображением, уже не фотографическим, а наоборот, в которых используется мало цветов, мало переходов, используются текстовые фрагменты, то есть здесь нас в первую очередь привлекает формат GIF. если посмотреть по правому ряду у нас два рисунка сохраненных в формате JPG. Здесь мы видим, что теряется у нас прозрачность, вместо прозрачности подставляется в данном случае белый фон и видим мы, что верхний рисунок это 100% качество, размер вроде бы как и не очень большой, всего 35 килобайт, но если учесть, что наш рисунок имеет размер всего лишь 300 на 200 пикселей, то это конечно многовато, тем более, что теряется прозрачность. В нижнем ряду это JPG с 50% качеством. В общем-то погрешности изображения видны. В некоторых случаях может быть такой вариант и устроит, хотя очень спорно, но выигрыш в качестве точнее образа или файла мы конечно тоже видим, то есть всего лишь здесь лобайт. зато изображение сохраненное в формате GIF как у нас в левом ряду внизу показано использовано в данном случае 64 цвета, то есть не 256 максимально, а уменьшили мы для того, чтобы уменьшить размер и изображение наше всего лишь примерно 5,5 килобайт. То есть я в данном случае пожалуй и не обсуждается, что нужно использовать именно формат GIF. Тот же самый пример, в котором мы рассматриваем формат GIF и формат PNG. Итак, в верхнем ряду формат GIF со 128 цветами, размер файла 6,5 килобайт, в общем-то нормально и качество нормально, то есть изображение вполне можно его использовать. Зато в нижнем ряду слева мы использовали формат PNG-8. Напомню, что этот формат его можно использовать как и формат GIF, то есть тоже используется сжатие без потерь. Мы видим, что изображение по качеству сравнимо, формат, точнее размер нашего файла примерно такой же, что и GIF. То есть здесь фактически мы можем выбирать тот формат, который нам больше нравится. И цветов использовано точно так же 128 цветов. В некоторых случаях использование формата PNG-8 позволяет добиваться существенного выигрыша в размере файлов, поэтому тоже нужно в каждом случае индивидуально подбирать, если есть такая возможность. Конечно, если у нас сайте подобных изображений на каждой странице штук по 20-30, из них может быть и нету возможности время уделить и каждой индивидуально обработать. В этих случаях используются пакетные средства, которые позволяют одинаковые настройки применить ко всем нашим изображениям, но понятно, одинаковые настройки не позволят получить оптимального выигрыша. То есть мы выбираем, какой вариант нам удобен для нашего конкретного случая. Ну и в нижнем ряду опять-таки справа мы видим тоже формат PNG-8, но уже 32 цвета и видим, что размер файла еще уменьшился, стало у нас 4 килобайта. Качество погрешности можно заметить, хотя опять-таки в зависимости ситуации может быть и такой вариант вполне может нас устроить. Такой же логотип, но в чем разница в примере на заднем фоне использован у нас градиентная заливка, то есть полу-то новые переходы. Зачем этот пример нам нужен? Чтобы посмотреть, как же будет влиять преобразование форматов при наличии вот именно таких вот планных переходов. Ну и фактически мы видим, что конечно размер файла сразу увеличился. Если мы посмотрим формат GIF, то 256 цветов это 15 килобайт, когда мы используем 128 цветов 12 килобайт, то есть разница не особо значительная, но по качеству конечно на 256 цветов более приятно смотреть. Но зато если мы посмотрим на PNG 8, то мы видим, что пожалуй этот вариант нас больше устроит, потому что при похожем качестве на GIF размер файла 8 байт, то есть тоже дает определенный выигрыш в размере. Тот же самый рисунок, единственное, что здесь в правом нижнем углу мы видим формат JPG с качеством 50%. Размер файла тоже меньше чем 10 килобайт, но погрешности в нашем изображении видны. Видны и явно такой вариант нас не устраивает, хотя погрешности конечно в первую очередь видны как раз на наших с вами контурах. Если же мы видим формат JPG со 100% качеством, изображение получается хорошим, аккуратным, без фактически видимых погрешностей, но размер файла в 40 килобайт для такого небольшого изображения это перепор. Так что к сожалению формат JPG нас в данном случае не будет устраивать. Ну и что касается формата GIF при 128 цветах в общем-то достаточно хорошее качество, но здесь конечно нужно ориентироваться устраивают ли конкретного разработчика у нас при создании файлов те полоски, которые получаются при отображении градиента. Это уже просто тело вкуса и того, что мы хотим видеть на нашем с вами сайте. И последний пример, который рассматривается при оптимизации файлов мы в частности в программе Photoshop можем использовать оптимизацию файлов по фрагментам. Когда нам такой подход нужен? Если у нас на одном и том же изображении есть области достаточно большие области, которые стоило бы перевести допустим формат GIF, то есть с анотонными заливками, с резкими границами между частями изображения и есть вот такие вставки с фотографическим качеством. Конечно же можно это изображение оптимизировать сразу в один формат полностью. И здесь как раз это и продемонстрировано в левом нижнем углу в формате JPG. Рисунок был сохранен с качеством в 50% и такое изображение у нас имеет размер примерно в 41 килобайт. Погрешности на первый взгляд пожалуй не особо видно хотя если присмотреться как раз в местах резких границ видим что некоторые погрешности все-таки пустуют. То есть мы можем выбирать устраивает нас это или не устраивает. Зато если обратить внимание на правый ряд то в правом ряду как раз используется вот такая оптимизация по фрагментам. То есть области с резкими переходами с однотонными заливками здесь были оптимизированы в формат GIF. А области с фотографическим качеством вообще в целом на этом изображении их было две. Они были преобразованы в формат JPG. в общем-то мы с вами видим что выигрыш в качестве у нас есть. То есть и фотография в хорошем качестве и задний фон тоже в хорошем качестве. А вот что касается выигрыша в размере то нижнее изображение оно явно видно что в размере файла у нас 30 килобайт то есть по сравнению с тем же самым в нижнем ряду если мы возьмем левое и правое изображение то правое изображение будет конечно лучше. В данном случае для фотографии тоже была использована оптимизация точнее сохранение в формате JPG с качеством 50%. В верхнем изображении там качество было выше качество по 8. То есть оптимизация по фрагментам в некоторых случаях позволяет дать более существенный выигрыш и в качестве и в размере файлов но естественно она занимает больше времени для обработки изображения естественно для нее нужны специальные инструменты и ну конечно же все-таки в первую очередь это время если мы готовы потратить на выполнение этой задачи то пожалуй это стоит сделать особенно если подобных изображений много если конечно их немного на сайте то здесь мы выбираем все-таки что перед нами в приоритете либо время разработки либо то время которое можем потратить в дальнейшем на загрузку наших изображений итак различные примеры мы с вами рассмотрели фактически все сводится к тому что нужно обращать внимание подбирать конкретные варианты и вернемся к началу презентации как цель любой оптимизации при максимально возможном качестве добиться наименьшего размера нашего файла теперь мы посмотрим следующую часть нашего опроса как можно наше изображение разместить на странице сейчас вернемся обратно к презентации так значит саша в гиф контрастность лучше да собственно говоря гиф он как раз и используется для изображений с четкими цветовыми переходами там где если это особенно касается последнего примера там в тех местах которые залиты вот этими однотонными полосами гиф дает явно лучший вариант для небольших изображений как логотипы с четкими границами тоже гиф лучше хотя png с ним вполне сравним иногда дает меньший размер файлов но если речь идет о фотографических изображениях то если мы попытаемся нашу фотографию сохранить в формате gif всего 256 цветов то потери в качестве будут уже видны то есть плавных переходов в таком формате добиться в большинстве случаев не получится с градиентами мы с градиентами фактически они превращаются в полосочки это можно иногда рассматривать как своего рода стилизацию изображений но если эти полоски получаются слишком резкими то это наоборот приводит к ухудшению общего впечатления но фактически тоже нужно выбирать что нам больше оставляем по полоске хотим плавного перехода то нужно добиваться плавного перехода и так каким образом мы все это размещаем на странице в основном для размещения изображений здесь уже мы с вами перейдем к языку html немножко поговорим о разметке наших страниц и дальше посмотрим тоже мы с вами пример еще один именно посвященный разметке и так для размещения изображений в основном используют тег img то есть то что помещено внутрь этого тега он одиночный тег это будет именно изображение то есть именно туда мы помещаем описание нашего рисунка кроме этого тега возможны еще другие варианты размещения один из них это использование параметра background в таких тегах как body в тегах table это для оформления таблиц или в теге tdk который используется для оформления одной ячейки таблицы варианты бывают и другие но здесь мы с вами посмотрите как скажем наиболее простые хотя можно использовать изображение и в таблицах стилей то есть подходы бывают разные самое главное добиться того чтобы то что мы создаем было понятно нам самим иногда конечно когда мы не занимаемся созданием каких-то больших ресурсов или пользуемся какими-то системами для управления всем этим наполнением занимаемся в основном наполнением а не версткой и не не кодируем наши html файлы нас эти вопросы могут в общем-то и не занимать тем не менее неплохо себе представлять все-таки что же там внутри наших html файлов что иногда особенно если эти страницы к нам попали из чужих рук ну можно облить самые разные варианты которые в том числе могут приводить и к тому что скорость загрузки страниц тоже может уменьшаться в частности одна из рекомендаций которые приводят для того чтобы скорость загрузки страниц увеличивалась это оптимизировать не только графику но оптимизировать в том числе и содержимое файлов html то есть все лишнее из этих файлов должно быть удалено чем больше лишней информации как раз лишняя информация она появляется когда теги записываются неверно или не совсем верно то есть отображаться может все нормально а вот в записи может идти полный скажем разнобой или ну просто лишнее ненужное для файлов информация так тега img то есть основного для размещения наших изображений на страницах для того чтобы наше изображение разместилось и отобразилось обязательный атрибут который используется всегда это атрибут S A C именно сюда записывается адрес нашего файла его ну URL адрес который используется для адресации вообще в интернет как указано здесь в таблице мы можем его записывать в сокращенном варианте или можем записывать в полном варианте сокращенный вариант то есть указывается относительно того файла в котором изображение мы размещаем тут конечно это уже целый большой вопрос который касается того как лучше создавать страницы иногда можно конечно же мы вполне можем создать не придерживаясь вообще правил но разобраться потом в этом будет очень сложно особенно если у нас уже больше чем одна страница получится поэтому желательно все-таки для рисунков отводить отдельные папки в которые все их сохранять для того чтобы почек было в первую очередь самим ориентироваться следующий параметр или следующий атрибут тега это размер ширина и высота в пикселях конечно этот параметр он уже не обязательный но если его не указывать наш браузер конечно сам определит размер изображения но при загрузке возможны самые различные варианты не объектные отображения нашей страницы то есть если размер нашего изображения браузеру известен сразу под него сразу отводится место и если какие-то проблемы со скоростью загрузки то текст окружающий выводится именно там где он должен быть картинка подгружается постепенно если же этого нету то при отображении может страница меняться и достаточно сильно и ну скажем так это неприятно смотреть когда изображение скачет по странице до тех пор пока все окончательно не загрузится важными параметрами которые относятся не к оптимизации изображений а к оптимизации страниц вообще и то что касается поисковой оптимизации это параметры alt и параметры title во многих рекомендациях пишут и в этом конечно есть смысл что значения этих атрибутов должны отличаться в самом лучшем случае все изображения на странице должны иметь различные подписи обязательно должны указываться там ключевые слова для того чтобы поисковые системы обязательно понимали и правильно оценивали нашу страницу и видели что она соответствует той теме которую мы задаем и тем ключевым словам которые мы для нее записываем про эти атрибуты конечно забывать нельзя но в первую очередь кроме поисковых систем что еще важно атрибут alt позволяет нам задать тот текст который будет указываться на странице пока изображение не загрузится конечно сейчас это может быть уже не очень актуально при скорости интернет которая есть но если проблемы в скорости возникают или вдруг у человека в браузе отключено отображение картинок что тоже может быть на месте картинки выводится вот такая вспомогательная надпись которая хотя бы дает возможность показать что же там должно быть изображено что касается атрибута title то это всплывающая подсказка которая показывается при наведении мыши на это изображение ну конечно что другой атрибут можно не использовать следующий атрибут align это выравнивание нашего изображения относительно текста и затем мы можем задавать еще размер рамки вокруг текста в пикселях и расстояние от изображения до текста по горизонтали и вертикали что касается рамки то рекомендуется если ее мы не хотим использовать принудительно записывать что рамка имеет размер равный нулю иначе некоторые браузеры сами подставляют рамку и совсем не ту которую мы ожидали которая наоборот может портить наше изображение в целом так что про это тоже не стоит забывать ну и для того чтобы текст все-таки у нас не был сильно близко к изображению что тоже иногда может портить впечатление от нашей страницы очень полезно записывать вот последние два трипода то есть расстояние по горизонтали и вертикали хотя по вертикали может быть не так критично потому что обычно когда разметка идет в абзацах то между абзацами уже само по себе расстояние есть и оно может быть достаточно существенным а вот что касается по горизонтали то стоит его указывать но конечно речь идет о том если наше изображение стоит рядом с текстом то есть если оно просто отделяет между собой как сейчас очень часто на сайтах принято то эти атрибуты могут и не иметь особого значения ну и конечно использование еще раз повторю из всех этих атрибутов обязательным является только первый то есть адрес изображения без адреса мы видим все остальные мы можем и не указывать они не обязательные сейчас мы с вами посмотрим пример размещения изображений пример очень простой того как при помощи вот этих вот тегов img и параметром background можно размещать изображение на нашей странице сейчас мундочку подождите и так вот самая простая страница с различными вариантами размещения изображений на заднем фоне у нас размещена фотография одна большая затем в верхнем ряду здесь мы видим с вами изображение которое сделано с обтеканием то есть изображение у нас размещается по левому краю здесь есть рамка изображения ну конечно рамка исключительно для примера потому что здесь ну черная она не совсем в тему или прямо скажем в данном случае не удачный вариант но тем не менее чтобы видеть как применяется атрибут для показания рамок и теперь мы видим что между нашей картинкой и между нашим текстом есть расстояние это как раз и есть атрибуты которые задают расстояние между картинкой и текстом при наведении нашего указателя на изображение видите появляется всплывающая надпись это именно атрибут title который у нас использовался ну атрибут alt тоже задан но в данном случае поскольку страница сохранена на компьютере у нас проблем с загрузкой не было и если посмотрим ближе здесь у нас два примера размещения изображений внутри таблицы в таблице конечно можно границы не делать в данном случае они нам нужны просто для того чтобы увидеть разницу между разными вариантами размещения в левом ряду изображение просто посещено внутрь ячейки таблицы и здесь мы видим что задний фон просвечивает то есть изображение занимает не всю ячейку таблицы что касается правом виду изображения то здесь оно как раз назначено параметру background нашей ячейки таблицы то есть изображение занимает полностью всю ячейку нашей таблицы еще один момент который в данном случае можно использовать когда мы заднем картинку в качестве фонового изображения поверх нее можно задавать любой текст который содержится в этой ячейке конечно очень сильно за из-за того что в ячейке содержится то есть обязательно нужно смотреть чтобы цвета соответствовали но тем не менее вариант тоже очень неплохой единственное на что нужно обращать внимание когда мы задаем наше изображение в качестве фонового что для заднего плана страницы что для ячейки скажем если размер изображения меньше то изображение может размещаться несколько по горизонтали и по вертикали то есть нужно подбирать потому что ну как скажем в примере с этой фотографией расположение нескольких фотографий рядом выглядело не очень удачно поэтому обязательно нужно подбирать размер таблицы чтобы это выглядело аккуратно и чтобы получить данный который мы с вами ожидали то что нам требовалось теперь мы с вами можем посмотреть на код страницы этой нашей итак код страницы в формате мл что касается изображений фоновое изображение фоновое изображение как я говорила оно у нас идет в параметре вот он у нас в теге body параметр background указана наша картинка вообще есть рекомендации когда мы сохраняем изображение и когда используем их на сайтах давать им имена осмотрения которые позволяют понять хотя бы примерно что в этом файле содержится опять таки это рекомендации их тоже можно не придерживаться но иногда бывает полезно потому что чем больше у нас любых файлов в том числе и графических тем тяжелее нам самим с ними работать итак фоновая картинка следующая картинка у нас которая была вверху вот мы видим картинка с изображением нашего замка здесь мы видим и атрибут alt то есть подпись которая появляется пока изображение еще не отображено видим и атрибуты ширина width и height высота нашего изображения здесь еще раз обращу внимание обязательно нужно указывать для того чтобы страница аккуратно выводилась на экран атрибут body для того чтобы указать рамку вокруг нашего изображения атрибут hspace указать расстояние между изображением и текстом выравнивание атрибут title и дальше вот здесь внутри тега table в ячейках нашей таблицы мы видим изображение которое было помещено оно опять-таки в теге iamlity и изображение которое было назначено фоновым рисунком это оно в метр бэкграунд нашей ячейки и так еще раз вернемся к нашему изображению вот в результате нашего файла мы получаем такую простейшую страницу естественно когда мы создаем реальные страницы все это мы делаем гораздо аккуратнее но общие правила оформления именно такие и если страница еще раз повторюсь создана автоматически при помощи какой-то системы есть смысл всегда посмотреть чтобы в нашей рессии все было аккуратно наглядно и понятно в первую очередь нам самим если понятно нам то очень большая вероятность что и у браузера любого с воспроизведением этой информации проблем не будет и теперь вернемся мы сна практически теперь мы с вами на все в следующем и обещал как это по прошу барн что по помomn это было очень יר Water и And лет это Продолжение следует... 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 Хорошо. К сожалению, рабочий стол сейчас пока еще подключается. Так, еще раз. Звук есть? Так, ну что ж, в любом случае, фактически у нас с вами оставалось два всего лишь слайда в этой презентации. Нам нужно просто осталось подвести итоги. Я очень извиняюсь, что такие проблемы в конце возникли, но еще раз просто подведем итоги. Итак, изображение оптимизировать обязательно нужно при разработке сайтов. Самое главное об этом просто не забыть. На самом деле, когда мы создаем очень много различных страниц, когда у нас все быстро загружается, когда все хорошо работает, на это нужно просто не обратить внимания и не сделать этого. Затем же, когда мы наш сайт выложим на какой-то конкретный сервер, особенно если это сайт не очень сложный и мы хотим использовать бесплатные хостинги, уже здесь могут возникать какие-то проблемы. Кроме того, полезно это просто даже для, скажем так, внутренней своей собственной дисциплины. Если мы делаем это постоянно, то не забудем это и в том случае, когда вопрос оптимизации действительно будет критическим. Второй момент. Очень сильно зависит от времени, которое мы готовы этому уделить. Работа, конечно, очень рутинная, требует много времени, каких-то одинаковых операций, и ее, к сожалению, нельзя назвать очень интересной и занимательной. И на самом деле, веб-разработчик, конечно, не занимается тем, что в подавляющем большинстве случаев не занимается обработкой графики. Но если мы делаем свой собственный сайт, или если у нас какая-то небольшая компания, и мы должны совмещать эти работы, то придется нам, даже если очень не хочется, заниматься этой работой. Очень важно подобрать тот инструмент, который будет удобен нам, и который позволит все делать с минимальными затратами времени и моральных сил, скажем так. Это могут быть и онлайн-ресурсы, могут быть и графические редакторы. И всегда важно смотреть на результат, который получается. Фактически, каких-то конкретных рекомендаций, что делать нужно только вот так, ну, вы видели, здесь дать невозможно. Для некоторых изображений больше подойдет один формат, для некоторых другой, который нам может показаться, что они между собой не особо-то и отличаются. Но в общем случае, вы видели, если речь идет о изображениях с прозрачностью, то это только GIF и только PNG. Если для фотореалистичных изображений, то это в основном JPG, либо же формат PNG 24. И что касается оптимизации, то при размещении графики оптимизация, конечно, происходит не только на этапе ее обработки, но и на этапе ее размещения. Чем аккуратнее разместим, тем быстрее наши страницы будут отображаться, и тем проще в них будет разобраться в первую очередь нам самим. Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов и поисковые системы. Это тот минимум, который можно сделать уже на этапе разработки, чтобы в дальнейшем не нужно было менять все и полностью проверять весь сайт на момент прописанных атрибутов, таких как, скажем, title и имен файлов, в которых наши картинки сохранены. На этом все. Что касается вот здесь вот HTML, PHP и CSS, да, для веб-разработки эти вещи, ну, конечно, на первом плане, оптимизация изображений совсем не на первом этапе, что касается веб-разработки, но тоже это нужно использовать. Ну, если хотим мы научиться страницу создавать, то да, обязательно нам нужен HTML, да, нам нужен CSS, ну, а что касается языков уже серверного программирования, то PHP как один из вариантов. Хотя, ну, сами знаете, что сейчас существует их очень много и самых разных, поэтому в зависимости от того, какая конкретная задача перед нами стоит. Есть ли вопросов? Так, что касается литературы, то я бы сказала, что очень хороши классические, ну, скажем, их так можно назвать классическими работами иностранных авторов, скажем, такие как Круг, такие как Розенфельд, посвященные и веб-дизайну. Скажем, у Круга есть книга, которая называется, ну, название мне, конечно, не очень нравится, не заставляйте меня думать. Тем не менее, идеи, высказанные в ней, они очень полезны с той точки зрения, что действительно, когда мы что-то смотрим в интернет, нам хочется, ну, поменьше задумываться о том, как оно устроено и куда нам дальше нужно пойти. Вот. Что касается более серьезной веб-разработки, то есть много работ, посвященных, скажем, информационной архитектуре веб-сайтов. То есть, когда мы сайт разрабатываем, ну, просто начинаем разрабатывать сайт, на многие вещи мы просто не обращаем внимания. То есть, делаем страницы, как они делаются, нам они могут нравиться, нашим знакомым тоже они могут нравиться или не нравиться. А потом, когда доходит дело до того, чтобы все это размещать и чтобы наш сайт приносил деньги, возникают вопросы о том, что может быть неудобный дизайн, не совсем правильное размещение элементов. Или просто наш пользователь не понимает, что же ему нужно делать для того, чтобы продвинуться дальше. Для всего этого нужно именно знание таких вещей, как информационная архитектура. То есть, что в каком порядке нужно проектировать, что в каком порядке нужно создавать, чтобы и затем тестировать обязательно, для того, чтобы получить хороший, качественный результат. Ну и можно, если нас интересует непосредственно создание HTML-страниц, то это, ну, фактически многие книги, посвященные веб-дизайну. Авторов много самых разных, я, пожалуй, так вот даже и не скажу, но во всех книгах есть, нельзя сказать, чтобы недостаток, но тем не менее, объем и книги, конечно, в первую очередь нужно читать. Иногда это, скажем, может казаться, что все эти вещи очень простые и хочется побыстрее сделать. Некоторые книги могут быть просто для кого-то понятны, для кого-то непонятны. Ну и скажу, что даже в интернет очень много самых различных ресурсов, самых различных советов. И, как показывает практика, даже если нам кажется, что эти советы иногда, ну, немножко, может быть, либо простые, либо неправильные, когда мы их применяем, оказывается, что да, действительно, стоило этого попробовать. Так что, фактически, если хотим чему-то новому научиться, то можно это сделать и не покупая специальной литературы напечатанной, а пользуясь теми источниками, которые в открытом доступе есть и в сети интернета, и в том числе. Теперь мы с вами будем завершаться. Спасибо большое, что пришли, послушали. Надеюсь, информация будет для вас полезной. Ну и надеюсь, что хотя бы для кого-то она была и новой, скажем так, какие-то новые вещи вы узнали. До свидания. Доброго вам вечера. Ну и надеюсь, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok